Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 января и вот совершив первый посев для своих ранних, я уже начинаю подбирать, по сортам разбирать для следующих посевов. Для теплицы отдельно, для открытого грунта и даже скороспелки для грядки ленивки. Смотрите, я всегда говорила, что я почти все сорта свои сею, семена у меня свои все. Но мы же всегда, каждый год, мы хотим купить каких-то новинок, добавить еще, особенно у меня, испытать какие-то новые сорта. И в этом году я очень много сортов выбрала для выращивания на грядки ленивки. Это то есть те, которые вообще неприхотливые, посадил и забыл. И многие просят поговорить пошире, как побольше, осветить эту тему, какие томаты можно выращивать по принципу посадил и забыл. Я же до этого говорила, что про свои толстоногие, вот демидов, там клуша, но таких сортов очень много. И вот как узнать в магазине, что этот сорт подойдет для выращивания на грядки ленивки. Вот эти сорта все для меня новые. Я их ни разу не выращивала, про некоторые вообще даже не слышала. Но я сразу поняла и определила, что их можно вырастить на грядки ленивки. Сейчас я вам покажу, ой, расскажу, по каким свойствам вы можете отобрать себе томаты для грядки ленивки. Так, вот начинаем, например, московский скороспелый, московский ультраскороспелый. Раннеспелый, холодостойкий, фитофтороустойчивый, сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Не требует подвязки и посынкования. Детерминантный, высотой 60-70 см. Вес неплохой у него 135 грамм. Если написано, что он не требует подвязки и посынкования, это значит, он может плодоносить лёжа, его можно просто посадить и уйти. Он облепится плодами, завалится и будет так. И все те же самые, вот бетта, например, новый сорт, написано ультраскороспелый, низкорослый, предназначен для выращения в открытом грунте. Первые плоды уже готовы через 85 дней. Штамбовые, растения низкорослые, 40-50 см, не требуют подвязки и посынкования. Всё. И что самое интересное, смотрите, высадка рассады, возможно, в возрасте 30-35 дней. То есть, вот такие сорта, они могут выручить тех, кто запоздает с посадкой, кто не успеет вырастить 60-дневную рассаду, например, ну, всякое бывает. Лежал человек в больнице, вот у неё возраст 80 дней, а, ну, 80 дней уже она начинает плодоносить, а рассаду можно через 30 дней уже высаживать в открытый грунт. Хочу её попробовать на грядке-ленивке. Очень, мне кажется, такой удобный сорт, он и быстро. Сливка консервная тоже детерминатная, 50 см. Ну, тут не написано, что возможно выращивать, но по высоте, по весу плодов я поняла, что его тоже можно бросить. Посадить и забыть. Вот момент. В прошлом году, когда говорили о монгольском карлике, один мужчина написал, что, что вы все к монгольскому карлику прицепились, что он такой уникальный чудо-сорт. Есть такой же сорт момент. Точно так же его можно в грунтовом варианте выращивать. Вот написано, ультраранний, 89-90 дней. Для открытого грунта растение 20-40 см. Возможно, он и как монгольский карлик. Не требует формировки. То есть, его не надо посынковать. И все будем смотреть потом. Ну, вот эти все не посынкующиеся. Не посынкующийся круглый, не посынкующийся овальный, не посынкующийся цилиндрический. Целое семейство не посынкующихся. Потом засолочное чудо. Точно так же написано 40-50 см. Рекомендован для цельноплодного консервирования. И таких можно выбрать много. Вот не посынкующийся сливовидный. Но мне очень понравилось, что попался среди вот этих томатов, посадил и забыл, желтоплодный. Потому что, вы, наверное, заметили, все вот эти скороспелки, все вот эти ранние, которые выстреливают очень быстро, они все красные. А хочется иногда оранжевого или желтого, потому что по себе знаю, что они с большим содержанием сахара. И вот тоже написано скороспелый, 95 дней. Подходит для выращивания безрассадным способом в зонах неустойчивого земледелия. Растение компактное, штамповое, 30-40 см, не требует посынкования. Значит, его тоже можно вырастить по принципу посадил и забыл. Все не буду вам читать, но вы поняли. Вот тоже 40 см и всего 82 дня до плодоношения. И рассаду можно высаживать в возрасте 30-35 дней. То есть вот эти томаты можно посеять в апреле, даже в середине апреля, в конце апреля. Рассада успеет вырастить, вы успеете высадить раз 80 дней. Сравните, у нас среднеспелые 120 дней, эти 80. И вот по этим свойствам, по характеристикам, прочитав на обратной стороне, что томат можно вырастить без подвязки, без посынкования, что он невысокий, до 50-60, выше не надо, потому что если сильно длинные, сложно будет им падать, они могут поломаться. Небольшие плоды, больше всего их выращивают для томатозаготовок, для различных консерваций, для зимних заготовок, для суповых заправок. Но первые, конечно, они очень вкусные, они скороспелые. Вот эти все томаты можно выращивать по принципу посадил и забыл. Отведите где-нибудь место для ленивой грядочки, где у вас место, где ничего больше нельзя посадить. Бывает там квадрат 2х2, и не знаете, что посадить. Посадите ленивые томаты и попробуйте. Это очень увлекательное занятие, потому что они растут сами, они и цветут сами. Обычно такие томаты не болеют, и до наступления фитофторы они успевают отдать свой урожай. Не знаю, мне нравятся ленивые грядки. Я прям... Естественно, что там не вырастешь наши гифтоматы, нужно потрудиться. Но вот такие томаты тоже нужны. Все. Это вот огрядки ленивки. Продолжение следует...